Всем привет, с вами МорВК, и сегодня сняли НДА с Друида. Это такой эсминец 10 уровня, принадлежит Великобритании. Сразу скажу, что будет распространяться через бюро исследований, и ценник ему впаяли приличный, 56 тысяч очков исследования. А это значит, он дороже, второй вампир, который лично мне очень понравился. Может ли это означать, что за повышенную цену скрывается что-то тащерское и сильное для своего уровня боев? Или может быть этот корабль идеально подходит для прокачки британских кэпов на эсминце? Или его геймплей настолько хорош, что желание выйти в бой тебя не покидает, и ты буквально живешь тем, чтобы побыстрее зайти в игру и отправить друида в бой? В общем, можно массу вопросов придумать, и на какие-то, возможно, я даже далее смогу ответить. Так что приступим к разбору этого аппарата, и проведем его оценку как боевой единицы. Начну с того, что эсминец мне не понравился. Пока я пытался играть на нем адекватно, то есть озадачивался вопросами борьбы за точки, пытался давать подсвет, какой-то саппорт местами, дымами, к примеру, или банальным регеном торпед за счет гаппа. Про расходники мы, к слову, поговорим отдельно. Но суть тут в чем? Если стараться быть полезным в концепте игры, как на прокачиваемых британских эсминцах, то можно составить словарь ненависти и сожаления о потерянном времени на прокачку и приобретении этого условно-оккультиста. Но после опыта игры на новых немецких эсминцах, я стал куда проще относиться к бесполезным кораблям с моей точки зрения. Как там принято у нагибаторов говорить, победа не важна, главное домашка, и вот этот друид пытается идти по этой скользкой дорожке. Проблему с уроном я на нем для себя решил, а вот с влиянием на бой это уже другое. Хотя порой вашего урона и каких-то ситуаций хватает, чтобы все-таки вносить существенный вклад в победу. Иными словами, корабль очень специфичен и дарует немного прибабахнутый геймплей, который может быть кому-то и зайдет, а может быть даже окажется полезным при отрядной игре. Много чё-то пустых слов сказал, но тут не знаешь к чему лучше подступиться. Давайте банально перейдем к ТТХ, а там по ходу дела и разберемся полноценно с этим кораблем. Я лишь добавлю, что запомните такой момент, про многие параметры я буду говорить с точки зрения адекватного эсминца, а вот когда перейдем к сборке, я расскажу как можно это превратить в нормального дамагера. Итак, в любой битве важно понимать особенности выживания, а для эсминца это пожалуй наиболее актуальный аспект игры. И здесь друид пожалуй может подкупить базовым запасом прочности, ведь он один из топов для класса, больше только у Хуругума, то бишь тут 55300 единиц прочности без улучшения. Но и само собой никакого ПТЗ тут нет, для класса не положено, да и броня тоже отсутствует. Самая бронированная часть корабля это обшивка в 19 миллиметров, что в принципе характерно для эсминцев. Важно подчеркнуть тут то, что нас дамажат все подряд, и то что прочности много, но это не значит, что живем мы лучше других. Размеры нашего корпуса позволяют ловить попадания даже на больших дистанциях, поэтому сильно лезть вперед и быковать под фокусом огня противника не стоит. Объяснят вам там быстро, что вы хоть и имеете много боеспособности, но для ваших врагов это всего лишь дамаг, а не аргумент для страха перед вами. Тем не менее, если вы выцепляете эсминца где-то по одиночке, или какого-то вообще в принципе врага, то у вас хорошие шансы выжить именно из-за такой прочности. Все двояко получается, главное как и всегда грамотно пользоваться своими параметрами. Проблема вот только в том, что выцепить кого-то один на один друид может только если враг наделен интеллектом камня или бревна. Во всех остальных случаях из-за маневренности и маскировки или в принципе глобальности рандома вы не имеете какого-то дикого преимущества над собратьями по цеху. Ну и я думаю здесь стоит поговорить о маневренности. Корабль сам по себе бодрый, скорость набирает отлично, но вот максималка без сигнала с Яромайк всего 35 узлов, а этой скорости недостаточно чтобы догнать кого-то из эсминцев, при этом если вы заметили, у нас нет форсажа. Таким образом мы медлительны. И наше преимущество в скорости выражается только в том, что эту самую скорость мы быстро набираем. Только вот печальный момент еще подкрадывается с другой стороны. При хорошей циркуляции в 690 метров нам дали не рули, а парня, который веслом пытается изменить курс. Потому что с борта на борт мы перекладываем руль за 5,4 секунды. Надо ли пояснять, что это плохо? Что это негативно сказывается при необходимости уклоняться от торпед или даже вражеских залпов? Я думаю тут все понятно. Если скорость еще можно принять, то вот рули уже доставляют проблемы в бою. Но что примечательно, ты об этом задумываешься только когда огребаешь по щам. Потому что изначально маневренность хорошо сочетается с корпусом и прям ненависти какой-то в управлении нет. Но нужно для себя усвоить такую информацию. В бою надо быть аккуратнее. По возможности особенно просчитывайте пуски вражеских торпед и смотрите кто по вам стреляет, чтобы было проще уклониться. В целом получается как бы маневренность, ну как маневренность. Просто какого-то преимущества в бою она не дает. Ну а если рассматривать ее в совокупности с маскировкой, то тут вот уже просто грусть. Базовая заметность с кораблей 8,4 километра, а с самолетов 4,1. Такие цифры сразу говорят, что вам не быть отличником инвизной службы. Пересвечивать вас в боях будут регулярно. А это значит, что враг получает право первого выстрела, что противнику проще вас взять под фокус. Иными словами, ничего хорошего в бою от такого инвиза не будет. Вы можете пересветить с горем напополам французские эсминцы и товарищей из ветки на Хабаровска. Ну и в теории новых немцев. Мягко говоря, это все равно не густо. Даже прокачка инвиза по фулу не сильно-то облегчает жизнь. Ведь в лучшем случае заметность кораблей будет у вас 6,6 километров. То есть нас, к примеру, Харугума пересвечивать на полкилометра. Хотите с ним поговорить об этой проблемке? А придется, если пересечетесь на передовой. Ну и логично, что другие эсминцы имеют куда больше преимущества. Инвиз крайний провальный параметр, из-за чего бороться с вражескими эсмами практически нереально. Равно как и быть эффективным в борьбе за точки. Потому что в соло идти на точку это смерть. В лучшем случае можно сопортнуть более инвизному эсму. Но нужно четко понимать, что вы хотите сделать в бою, чтобы не подставиться и быстро не улететь в порт. Все это убивает геймплей эсминца. А то, что мертво, ну никак не спасти. Может быть и найдутся некроманты, которые будут сжаться под точки и страдать, параллельно будут винить еще союзников. Но друид это не про сближение. А я всегда говорю, если ваш план ведет к быстрой смерти, то это ужасный план. Любое действие должно вести к превосходству над противником. Поэтому эту мысль сохраняем и продолжаем наслаждаться особенностями этого корабля. Здесь я пожалуй думаю стоит выделить отдельно расходники. Потому что они хороши, в британском стиле и могут вот как раз навязывать стратегию игры как на прокачиваемых британцах. То есть от передовой. На это не советую вестись. А лучше пытайтесь их реализовать с максимальной выгодой именно для себя. Как для объекта, который очень хочет жить. Так напомню, что у вас есть проблемы с уклонением от торпед. Но отдел баланса выдал вам габ. Пусть он регенит всего на 3 километра торпеды и корабли, но за время его действия в 180 секунд без улучшений риск пострадать от торпедной угрозы минимален. Это очень приятно. Ну и дополнительно конечно иной раз можно обнаружить торпеды идущие в союзника. И если он не глупышка, то тоже сможет от них уклониться. Габ здесь сугубо оборонительный. В атаке его не применить. Что лишний раз подчеркивает, вы не лаянг, не вампир, не Z-52, не простите уж меня несливангей. Вы просто друид. Поэтому помогайте советам союзникам без лишней агрессии со своей стороны. Но если перестарались и попали под огонь противника, то незамедлительно используйте дымовую шашку. Расходник вас спасет и сбросит фокус. Только не надо дымиться, если вы против одного или двух противников. При этом еще и фуловые. Беречь хпшку надо, но и врага как-то слить тоже нужно. Дымы служат как аргумент, чтобы уйти из-под фокуса или кратковременная позиция для пострелять. Стоят-то они всего 40 секунд. Кстати, бояться всего подряд не надо еще потому, что у вас есть ремонтная команда, которая восстанавливает 288 единиц прочности на протяжении 10 секунд. Перезаряжается только это все дело 80. Но такой бурз живучести позволяет именно доминировать над кем-то один на один. Ну, то есть вы видите, к чему все сводится. Ищите одиночные цели и крушите их. Против таких врагов вы действительно сильны. Если будете правильно анализировать ход боя и своих противников, то я на полном серьезе говорю, жить в бою можно долго. И не просто жить, но при этом и наносить какой-то урон. Вот теперь настало время перейти и к вооружению. Потому что там просто загляденье. Сразу оговоримся, вы сугубо арт-эсминец, как Фрисланд. То есть места под торпеды на таком крупном корабле не нашлось. Ну да ладно, Фрисланд же нагибает помаленьку, но здесь еще нет и фугасов. Сугубо ББшки. А это значит что? Правильно, никаких пожаров! Нужно наносить все время прямой урон. Желательно в бортины, желательно в надстройки или обшивку, которую мы можем пробить. А это уже зависит от множества факторов. Просто для себя нужно принять как данность. Количество непробитий, ПТЗ, рикошетов будет колоссальное. А урон с попаданий далеко не всегда высокий. Ведь ББшка всего-то имеет альфу 2200. Ну и сколько вы нанесете за залп максимум? Я лично видел 4200 что ли. А основной урон варьирует от пары сотен до 2К. Тем не менее, все в балансе. И наши мужественные две башни по два 127 мм орудия в каждой, которые еще и расположены на носу, несут тяжкое бремя нагиба. Пушек хоть и мало, всего 4, но все их параметры проявляют себя позитивно. И для себя минусов я лично не обнаружил от слова совсем. Ну, давайте по порядку. Время перезарядки 1,9 секунды, что очень круто. И мы устраиваем жесткий ББшный ливень. Зажав гашеточку, порой удается распилить врага в кратчайшие сроки, если он, конечно же, подставляется. Но ни одна перезарядка обеспечивает высокую эффективность. Помимо этого у нас хорошая точность, рассеивание снарядов 106 метров, и внутри этого эллипса они ведут себя действительно адекватно. То есть редко ты увидишь, что залп разлетается настолько сильно, что охота плевком в монитор намекнуть ему, что он неправ. Точность позволяет выцеливать уязвимые зоны, а это бесспорно плюс. Да и вообще, брать упреждение на друиде это удовольствие. У него очень быстрые снаряды. Из-за чего любой враг для вас вполне себе реальная цель для нанесения урона. Особенно в контексте базовой дальности стрельбы, которая составляет 12,1 километра. Ну реально, можно хоть в ЛК, хоть в эсминец попасть на предельную дистанцию. Ведь снаряд летит туда всего 7,5 секунд. Как по мне, это шикарно. Что же касается комфорта ведения боя, то скорость вращения башен у нас составляет 180 градусов за 7,2 секунды. Чего хватает для ведения цели на любой дистанции. Что в ближнем бою, что в дальнем, мы можем оперативно успевать перекладывать башни. Да и углы стрельбы не подводят. Потому что как тут подвести? Башни же ведь на носу, и мы банально, что в обороне, что тем более в атаке реализовываем фулл залп без каких-либо проблем. Но только если вы полноценно отступаете кормой к противнику, ваша ГК выключена из боя. Это конечно минус, но минус не углов стрельбы, а что логично, компоновки орудий. В общем, вот такой вот ГК. Действительно приятные стволы и ББшки, которые потихоньку ковыряют врага. А мы перейдем к следующему параметру, это ПВО. Данный параметр хорошо себя проявляет против истребителей или авиации восьмого уровня. Причина этого в том, что мы ставим четыре разрыва в диапазоне от трех с половиной до пяти и восьми километров, а урон в каждом 1820. И если они попадают, то самолетом ой как неприятно. И уже постоянный урон, распределенный в трех аурах, доделывает начатое. Так дальняя аура до пяти и восьми километров, а урон в ней 91. Средняя до трех с половиной и дамажит 151. И ближняя до двух, и урона в ней 109. В целом-то цифры небольшие, и если разрывы не попали, то не сильно вы там что-то собьете. А вот при должной удаче сбивать самолет и выходит. Это правда не значит, что вы можете отбиться. ПВО просто служит или хорошим усилением ордера, или средством для сбития лампочки. Или можете еще поутешать себе парочкой сбитых ударных самолетов. Не самое, конечно, бесполезное ПВО, но и грозой авиации оно вас, как вы понимаете, не делает. Особо на большие успехи в этом направлении не рассчитывайте. Ну и, наверное, вот и все про все ТТХ я рассказал. Теперь пройдемте в пункт сборки и оценим перки сигнала и модернизации. В плане модернизации я взял в первый слот основное вооружение, во второй слот защиту машинного отделения. Можно, конечно, поставить и габ за уголь, но я не считаю, что это в приоритете. Третий слот системы наведения, четвертый слот рули, пятый маскировка, шестой система управления огнем. Сразу перейдем к перкам, а потом уже кое-что обсудим. Значит, берем профилактику, утяжеленные ББшки, мастера борьбы за живучесть, маскировку, суперинтенданта, мастера ГК и ПВО бесстрашного. Да-да, вот такая вот наркомания. Все другие варианты мне не особо понравились, ты там все равно бесполезный, при этом еще и не дамажишь особо. А вот так вот урон бьется элементарно, и если ваша команда играет, а не совершает поступательные движения на краю карты, то удивительным образом ты оказываешься всегда в топе. Причудо и профит этой сборки вот в чем. Вы начинаете заливать ЛК противника в кратчайшие сроки, на вас многие агрятся, но при разгоне дальности стрельбы на максималку вы получаете результат в 16,8 километров, и они на такую дистанцию нифига не попадают. Ну и пока делают вам потенциалку, союзники же живут и стреляют по ним. Ну а в случае налета авика вы прячетесь в дымы, при этом изначально вы очень близко к союзникам, что повышает ваши шансы отбиться. Но даже вот бой на фоне, может быть где-то в чем-то и повезло. Но как-то именно так бои у меня стали проходить в такой сборке. Главное я повторю, мы даем косвенное влияние на бой, агрим врага и дамажим его потихоньку. Все знают где мы, но на дистанции выше 13 километров практически не попадают, а торпеды мы контрим гапом. У противника слюни только бегут от желания вас убить, а вот физически сделать они этого не могут. Ну а дальше главное, чтобы союзники такие действия оценили и пользовались тем, что вы делаете. Отмечу, что будут и те, кто сроду не поймут такой замысел, но их игру еще сложнее понять. Для больших скептиков я еще вот что скажу. Снаряды на 16,8 километров летят 12,5 секунд, а это показатель многих крейсеров, поэтому попадать в противника нетрудно. Главное банально пристреляться. Ну и давайте продолжим и перед какими-то общими итогами добьем уж основные боевые сигналы. Это Сьерра Майк, Новэмбер Фокстрот, Индия Дельта, Икс Рей Папа, Сьерра Браво и Джули Чарли. Теперь я могу сказать, в такой сборке лично я играл. Ну и лично с моей точки зрения в такой вот сборке мне друид понравился. Это смешно, тупо, нелепо, профитно и поджигает пуканы как союзникам, так и противникам. Рандом не способен понять бесячесть этого корабля, потому союзники кричат на точку, на точку. Противник же в душе кричит, отвали от меня, хорош по мне стрелять. А вам тупо и думать-то на эту тему некогда. Вы зажимаете кнопку мышеньки и дамажите всех, кого считаете нужным. По итогу у вас хороший урон, но не всегда победа, потому что занимая слот эсминцы, вы не можете полноценно выполнять его роль. Вы маленький, извращенский, ббшный крейсер, и эту роль выполняете на отлично. Стоит ли стремиться получить друида, я бы наверное сказал, что нет. Только если вот совсем уже делать нефиг. Все-таки в бюро есть Огайо, вампир тот же самый. Короче, этот корабль далеко не первостепенной важности, но при желании его можно сделать эффективным в бою. Кстати, почему у него цена выше, чем все у того же вампира, я так и не понял. Хотя там почти одинаково. Последнее же, что тут скажу, можно сборку поменять. Больше упор делать и на скорострельность, можно и пытаться быть нормальным эсминцем, но там нужно тупо все время превозмогать. А вот так это уникальный новый геймплей, поэтому решайте сами, надо вам такое или нет. Не забывайте только, что это не прем, и много серебра за бой вы на нем не увидите. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте тыкать пальцы вверх или низ, подписывайтесь на канал, вступайте в ряды спонсоров, у кого есть желание поддержать. Ну а мы с вами увидимся в боях. Всем пока!